Галимова, давайте, тоже очень-очень много лет в пуле. Добрый день, Владимир Владимирович, Наталья Галима, газета.ру. Выступая перед федеральным собранием после референдума в Крыму, вы употребили выражение некая пятая колонна и национал-предатели. Вы вроде никого конкретно не называли, но с вашей легкой руки термин пятая колонна вновь вошел в активный политический лексикон. Те, кто вас поддерживает с тех пор, называют пятой колонной людей, не согласных с властью. А кого имели в виду вы, когда говорили про национал-предатели, пятую колонну, и где для вас заканчивается оппозиция и начинается пятая колонна? И, наконец, чувствуете ли вы личную ответственность за возвращение этого термина, который только усиливает в обществе враждебность и раскол? Спасибо. Не чувствую никакой ответственности в этом отношении. И все мои действия направлены на то, чтобы сплотить наше общество, а не разделять его. И если вы считаете, что это произошло, то я должен тогда более, видимо, а я вам верю, наверное, так и есть, вы, может быть, тоньше это чувствуете, то я должен быть более аккуратным, может быть, в своих высказываниях публичных. Я подумаю над этим. Но лакировать всё бесконечно тоже невозможно. Надо иногда вещи называть своими именами. Вопрос чрезвычайно сложный. Я говорю совершенно откровенно, мне сложно ответить на это, потому что грань очень тонкая. Трудно, наверное, дать такое научное определение, где заканчивается оппозиция, начинается пятая колонна. Вот в этом году мы все, у нас год культуры 2014, мы отмечали юбилей Михаила Юрьевича Лермонтова, нашего гениального поэта. Мы все помним его строки. Мы помним, как он про Бородино писал, «Убрёмте ж под Москвой, как наши братья умирали». Но он писал и другие. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, преданный народ». Он был оппозиционером? Ну, конечно. Ну, конечно, был оппозиционером. Ведь, если вы знаете, наверняка, многие здесь знают, когда он написал «На смерть поэта» на убийство Пушкина, то один из родственников пришёл к нему домой, увидев то, что он написал, и попросил его смягчить текст стихотворения. Он был так возмущён, что он его усугубил, заострил и написал там в конце «И вы не смоете всей вашей чёрной крови поэта праведную кровь». Он, конечно, был оппозиционером к власти, но я считаю, что он был патриотом. Это очень тонкая грань. Ведь он был офицер, был очень смелый офицер, храбрый. Под пулю шёл за интересы страны. Кстати говоря, вот в последнем фильме Михалкова, Никита Сергеевича, вот такие же офицеры, они, когда довели дело до логического завершения, до революции, их потом революционеры утопили. И не знаю, если бы они ретроспективно вернулись к тому, с чего они начинали, действовали бы они так же по разрушению государственности российской, как делали вначале. Но всё-таки грань между оппозиционерами и пятой колонной, она внутренняя, её трудно увидеть внешне. В чём она заключается? Оппозиционер даже очень жёсткий. Он в конечном итоге до конца борется за интересы своей Родины. А пятая колонна – это те люди, которые исполняют то, что продиктовано интересами другого государства, и их используют в качестве инструмента для достижения чуждых нам политических целей. Редактор субтитров А.Семкин